Привет-привет, это Буду Робс, и сегодня я расскажу вам очень простую вещь, которую у меня почему-то все еще спрашивают, хотя она есть у меня в инстаграме, она уже есть на видео, но, видимо, эти видео не показываются в поиске. Как сделать вот такую косичку? Это такое очень простое лампово-кроватное видео, поэтому сейчас я ее разберу и соберу обратно. Оп, разобрали, очень просто. И самая главная фишка этой косички в том, что и концы, и серединка остается на месте, все, что надо для связывания, все на месте. Итак, что мы делаем? Чтобы собрать косичку обратно, мы берем середину веревки, ну, предпочтительно, мы берем середину веревки и концы, соединяем их вместе. Что мы теперь делаем? Завязываем узел. Как мы завязываем узел? Мы берем наши пальцы, оп, наверх, вниз. Так, теперь вот здесь вот пальцы высовываются из этой дырки и берут веревку. Вытаскивают ее. И вот здесь вот мы затягиваем. Хоп, затянули. Готово. Мы молодцы. Первый шаг готов. Все остальное будет проще. Теперь мы суем пальцы в дверку опять. Класс-класс. Берем веревку. Вытягиваем ее. Опа, вот так. Опять засовываем пальцы в дверку. Берем веревку. Вытягиваем ее. В то время, пока мы вытягиваем веревку, мы пытаемся не затянуть вот эту вот веревку слишком сильно. Потому что если мы ее затягиваем, то получается, что здесь у нас есть кружочек, как бы такой. А здесь у нас просто все затянулось и места никакого не осталось. И поэтому не очень красиво. Ну, типа нормально, но некрасиво. Неровно. Поэтому сейчас вот я его немножко подтяну. Оп, оп, оп. Подтянулся. Пространство осталось. И здесь есть вот эта вот петелька. Мы вставляем в нее пальцы опять. Вставляем пальцы в петельку. Вытаскиваем вот эту вот веревку. И продолжаем в том же духе, пока веревка не закончится. Можно придерживать ее рукой вот здесь вот, чтобы оно никуда не двигалось. Чтобы вы его завязали, и оно не рыпается никуда. Сидит на месте. Вот. Раз. Еще немножко. Два. О, мне кажется, что эта косичка у меня получилась лучше, чем та, которая была завязана в начале. И три. И в самом конце... Ох, нет, это вот я забыла показать. Короче, в самом конце, когда у нас мы вытянули петлю, сунули пальцы в дырку, захватили вот этот вот конец, и мы его просто вытаскиваем, вытаскиваем, и затягиваем. Хоба. Затянули. И у нас получилась косичка такая. Она получилась кривоватая немножко, конечно. Но косичка. Суть такая. Я надеюсь, что это было довольно простое объяснение. Я могу сейчас показать еще раз очень медленно. Очень медленно. Так. Сейчас я ее разберу. Разбираем ее тоже очень просто. Вот она затянутая. Мы вытаскиваем вот эту вот штуку отсюда. Самый конец вытаскиваем. И оп. Очень просто. Разобралось. Я просто очень сильно люблю то, что когда я разбираю эту замечательную вещь, то у меня сразу же середина веревки, которую я использую почти всегда для начала, и в конце. Все, что мне нужно. Все вместе. Так. Еще разок. Очень медленно. Берем всю веревку вместе. Пальцы. Вот сюда. Потом заворачиваем, чтобы у нас получилась вот такая петля. Просовываем два пальца вот сюда. Хватаем веревку. Оба. Схватили веревку. Вытаскиваем веревку. Вот так вот, чтобы у нас тут была такая небольшая петелька. И затягиваем. Хоп. Затянули. Готово. И вот отсюда. Вот эта вот дырка. У нас тут есть петля. Петля. Суем. Пальцы в петлю. Пальцы в петлю суем, да. Хватаем. Веревку. Вытягиваем веревку. Ну и так далее. Пальцы в петлю. Веревку. Пальцы в петлю. Берем веревку. Опять пальцы в петлю. Веревку. Мне кажется, что мне уже даже не смешно, когда я это говорю. А нет, немножко смешно. Окей. Дошли до конца. Вот у нас есть петля, вот у нас есть концы веревки. Хватаем их отсюда и радует глаз. Вот. Я надеюсь, что вам было понятно, что вы, возможно, будете хранить веревку также. Это хороший способ хранения джутовой веревки и хэмп. Джут и хэмп хорошо хранится вот так. Хлопковая веревка плохо хранится вот так, потому что на хлопковой могут появляться какие-то затяжки, растяжки. И если хранить хлопок вот в таком виде, то он может терять свою форму. Понятное дело, что никто не хочет, чтобы веревка теряла форму. Так что я не советую, вообще, вообще, очень-очень не советую хранить хлопок в косичке. Вот. Всё. Спасибо за то, что вы это посмотрели. Если вы это попробовали, или если вы уже храните свою веревку так, то, пожалуйста, оставьте мне комментарии, нажмите на лайк, и я, может быть, поговорю по-русски ещё немножко. Ладно, ребята, я вас всех очень люблю. Спасибо за поддержку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok